Привет, привет, Лёшка! И коротенько сегодня о проблемах, даже не сколько о проблемах, сколько о решениях оплат в Турцию, в Китай, ну и в ЕС, туда же. На самом деле, то, что я говорил, а я говорил еще, наверное, год назад о том, что платежи в Китай и в Турцию рано или поздно будут испытывать большие трудности, ну, потому что об этом говорит вся тенденция развития нынешнего предпринимательства. И действительно, в принципе, мне сегодня звонили даже из государственных органов в Москве, которые говорили, что у них, в общем-то, все встало, и они, в общем-то, в панике. Они спрашивали, какие есть варианты, и как вообще эту проблему решать, и что же нам делать теперь? Ну, год точно. На самом деле, можно интересно рассказать историю о моих предложениях по глобальному решению проблем банковской деятельности, внешнеэкономической деятельности, но это, наверное, может вызвать некую неприязнь у некоторой группы людей. Поэтому пока отложим, я вам сейчас расскажу, что самый простой вариант, который лежит на поверхности сейчас, это Таиланд. И на самом деле, я обратил внимание на Таиланд, наверное, в конце прошлого года. У нас много финских компаний, которые не могли получать деньги из России. И они использовали контору, которая называется BuilderLinks, английская, ну, на самом деле, конечно, не английская, зарегистрированная в Англии финансовая схема, которая позволяла получать, в общем-то, рубли из России и проплачивать дальше в Финляндию, например, за транспорт евро, ну, или за что-то другое. На самом деле, этой схемой многие пользовались, многие продолжают пользоваться, известная контора. И я обратил внимание, что очень многие финские конторы, которые испытывали проблемы с получением рублей из России, использовали вот эту BuilderLinks. И в конце прошлого года они начали, в общем-то, немножечко офигевать от этой компании и искать другие варианты. Я скажу сразу, что пять лет назад ветка, воткнутая в землю, давала плоды. На самом деле, пять лет назад никаких знаний, никаких умений в бизнесе, в общем-то, не требовалось. Достаточно просто быть инициативным, и деньги сами прилипали к рукам. Сейчас, к сожалению, те, кто не сильно работает, не постоянно генерирует новые идеи, не разведывает новые рынки, не инвестирует в информацию, на самом деле скатываются вот к той ситуации, которая сложилась в BuilderLinks. А именно простое решение оказывается, в общем, через какое-то время достаточно грустным. И я знаю, что финны, которые продолжают работать в России, начали открывать бренч. Бренч – это бренч, бренч. Отделение представительства своей финской конторы, реальной, официальной, в разных странах мира. Вот ребята в январе ездили в Таиланд, я знаю, что они открыли там представительство своей финской фирмы и открыли счета. И вот один из вариантов решения проблем с Китаем – это перевод денег из России в Таиланд, из Таиланда уже в Китай, кстати, то же самое и в Турцию, то же самое, что самое интересное даже в Финляндию, даже в ЕС. В принципе, схема рабочая, но она требует мужества, она требует финансов, она требует проработки. И не является той самой, как любят наши российские бизнесмены, коробочной версией. Пришел в магазин, ознакомился с меню, указал коробку номер 2, тебе ее отдали и все, начало работать. Нет, такого теперь больше нет. Нет уже больше вот этого менюшки, выбрать вот это, вот это, вот это или вот это. Готовый продукт с ясным процентным сбором. И дальше продолжать работать, выращивать плоды на той ветке, которую просто засунули в почву. На самом деле, любая компания сейчас может открыть представительство в Таиланде. Вот перед вами требований, их очень мало. И плюс заключается в том, что представительство иностранной компании остается 100% иностранной компании, открывая счета. Ну, естественно, вы будете вести учет и в Таиланде, и у себя на родине. Я могу сказать, что те варианты помоек, которые работали через Билдерлингса, через Таиланд, вряд ли работают. Потому что, когда вы будете открывать компанию, а потом счет вам, потребуется копия учрительных документов и копия всех документов директора и учредителя компании. Поэтому те помойки, которые проходили по вот той схеме, о которой я говорил, они больше не проходят. И для этого, в общем-то, надо делать много реальных и сложных шагов. И если вы их боитесь, то я думаю, что перекупать этот сервис будет для вас с каждым днем все сложнее и сложнее. И закончится наша история тем, что ни одна коробочная версия финансовой схемы не будет доступна так, как вы к этому привыкли пять лет назад. Ну вот, в принципе, в двух словах новости из финансового рынка. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока.